Добро пожаловать на мой канал и это реакция на шоу истории. Наслаждаемся. Это импровизация истории. Это импровизация длинной формы. Все, что произойдет на этой сцене сегодня мы придумаем прямо на ваших глазах. Серега. Но перед тем, как мы сыграем в эту историю, мы должны послушать какую-то историю от вас, которая станет основой того, что вы увидите сегодня на сцене. И сегодня у меня к вам такой вопрос. Случался ли в вашей жизни какой-то крупный выигрыш? Возможно, вы выиграли в лотерею, в гиф у кого-то. Вон девушка с бриллиантовыми зубами. Бриллиантовыми зубами. Да, да. Вы здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Лидия. Лидия? Лидия. Здравствуйте, Лидия. Лидия, рассказывайте, что вы выиграли? Миллион. Вы выиграли миллион? В прошлом месяце, да. У меня был выбор пойти на импровизацию или полететь в Сочи и выиграть. Я выбрала выиграть. А где такой выбор? Я тоже хочу в Сочи за миллионом. Черный мужчина в маленьких очках предложил на импровизацию или? Ну, расскажите, как это было? Что, где, что, как? Это был студенческий конкурс среди активных студентов. Соответственно, мы решили разные бизнес-задачи и, в общем-то, оценивали наши личностные качества и то, что мы предлагаем решать для бизнеса. Что-то там предложила. Да, кстати. Это какие-то сбор молодых бизнесменов, где главный приз был миллион рублей. Охереть. И все это в Сочи. И все это в Сочи. И все это в Сочи. Полуфинал в Калининграде. И все это в Сочи. Сочи. А у этого конкурса есть какое-то название? Твой ход. Ну, это Твой ход. Он так называет. Как? Твой ход. Твой ход. Твой ход. Твой ход. А вы предлагали какие-то... Ладья на G6. Я прослушаю. Что? Я не понял. Ничего. Что? Ничего. Ребята, мне кажется, кто-то из нас выглядит смешным. Так, а вы там предлагали какие-то стартапы, да? То есть бизнес-идеи, я так понимаю, да? А вы сказали, что там оценивали личностные качества. Это тоже, это типа мисс очарования? Ну, что? Типа такого, да? Да, да. И там было, получается, 60 баллов за твои личностные качества, 30 баллов за решение и 10 процентов за то, что... Прикинь, за идею, которая бабки... Вместе отменивали, какой ты человек. Да, да. Это вообще бред, что она придумала. Это никак не помогает бизнесу. Возможно, это его потопило, но выглядит во. Во, класс. Я тоже влахер. А вы думали, там было у вас конкурентов? Я. Да, в принципе, на финале было тысяча. Два. Я? Тысяча? На финале? Это со всей страны? Да. Охереть. Санкт-Петербург. Тысяча человек. Охренеть. Касарик. Финальный вопрос. Вы этот миллион на что потратили? Парик. Все, ватуировка. Не стесняйтесь. Ну, я хочу... Ну, я вот по этому движению... Я хочу открыть студию настольных игр. Во. Возможно, сделать предложение Арсении поработать где-нибудь в этом. Кем поработать? Сделать предложение Арсению поработать. Я завис на настольных играх, а она тут сразу Арсением добила. Вообще, судя по тому, куда она хочет потратить, ей не дали миллион. Да. Предложение Арсению поработать дженгой. Так, вот сзади. Вот предложение Арсению поработать. Ладно. А остальные 990 тысячку дали. Спасибо большое. Я... Извините, как вас зовут? Лидия. Лидия. Все. И у меня ужасная память на имена. Спасибо. Просто ассоциация. Лидия, Мидия. Лидия, Мидия. Да, да. Прекрасно. Я думаю, нам достаточно. Да? Нам же достаточно. Нам да. Отлично. Давайте поаплодируем. Это импровизация истории. Начинаем. Смотри все выпуски раньше, чем на YouTube. Бесплатно в приложении The Hole. Я думаю, что... Ссылка в закрепленном комментарии. Сейчас будет что-то невероятное. Класс! Есть маза? Выиграть мульт? Да. Мультфильм? Я слышал, так Гордон говорит. 60% баллов будут давать за личные качества. По мне, так среди вас только два претендента. На победу. Мультфильм! Сергей Степанович, а помимо каких-то личностных качеств, что еще нужно делать? Нужна бизнес-идея. Да. Ты длинная. Давай, бегом. Бизнес-идею. Ой, Сергей Степанович, так неожиданно. Давай, Лицка, у тебя получится. Но у меня есть. Бизнес-идея номер один. Так. Номер один? У тебя их несколько? Я предлагаю, чтобы сервис такси работал нормально. Чтобы машины приезжали вовремя. Это бизнес-идея? Бизнес-идея, да. Чтобы появились единороги, да? Нет, чтобы мы какали бабочками. О, у меня идея появилась. Вот. Нет, я предлагаю оптимизировать работу такси. Почему вы не дослушаете меня? Я дослушаю тебя. Всем же знакомо такое, что вызываешь такси и как долго ждать? Презентация. А у меня идея. Что, если за то количество времени, которое вы ожидаете, то и количество кэшбэка вы получаете на свою карту? Так, все, длинная. Так, да. Ты меня утомила, садись. Сергей Степанович, а у меня просьба. Что? Давай. Скажите, пожалуйста, вы могли бы не называть меня длинная? У нее вообще-то имя есть. Я Лидия, я личность. Но мы длинная зовем ее. Как Мидия получается. Лидия, Мидия. У меня плохая память на имена. Да уж Лидия, Мидия. Хочешь Холомидия, выбирай. Нет, Мидия, Мидия. Мидия, Мидия. Тогда мы требуем, чтобы и нас называли по именам. Мне не нравится кличка Задротка. Ущербная же не жалуется, все сидит спокойно. Да, вот, кстати, об этом. Меня зовут Игорь, и почему Ущербная? Потому что, Игорь, и горешь. Потому что, Игорь, я однажды тебя с распущенными волосами увидел, Игорь. Игорь, не переживай, не переживай, ты что? Это все нормально, все хорошо будет, вообще не переживай. А секущиеся концы можно просто обстригать. Так, Лидия, Мидия. Да. Ты поедешь в Сочи? Нет. Ты сначала поедешь в Калининград? Калининград, обожаю. Столица Янтаря. Умная какая-то. Блин, я тебе уже пообещал называть по имени. А так хочется назвать заебой. Ладно, Мидия, заеба, Лидия. Поедешь в Калининград. Отлично. Езжай. Уже? Уже все. Сама одна? Такси вовремя приехала. Давай, садись, езжай. Все. Быстро разобрались. Помягче. Что происходит? Лидочка. Доченька. 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 А куда ты, доченька, собралась? Класс. Папенька. Я. Маменька. Меня. Наш Сергей Степанович. Отправляет на конкурс стартапов. Это их классно. В Калининград. Столицу Января. Ты с этим. Все. Чуть помягче. Января. Чуть помягче. Ты с этой дебильной идеей его достала. Чуть помягче. Подожди. То, что у тебя в такси проблемы. То есть, значит, все, значит, дураки, а она умная. Придумала. Я еду на полуфинал. Вам могло показаться, что я сказал, в столицу января. Нет, в столицу янтаря. Я еду. Это Калининград. Это полуфинал. Если там мою идею примут, я поеду в Сочи. А в Сочи... А мы на день рождение билеты купили. Мы импровизация. 4 тысячи рублей. Вы же задыхайся. Инсульт. Мам, пап. Я могу сходить на импровизацию. А что мне 9 лет? Нормально. А что такого? А что я там не видела? А что ты там видела, расскажи мне? А что там будет? Там 18 плюс. Понял? Мы, как ответственные родители, тебя не пустим. Подожди. Так, давайте... Семья, подождите. Давайте договоримся. Пусть у нас с полом. Каждый определится сам. Мы современная семья. Нет, ну ты-то девочка и есть. Я пока еще решаю. Ты вообще-то... Я хотела сказать, пап, что ты ни одну мою идею не поддерживаешь, а в Сочи главный приз. Миллион рублей. Судаги. Ты кто? Баба? Да. Езжай. Такси же быстро приехало у тебя. Кэшбэк вернулся? Видите, я не хочу. 4 тысячи рублей. Я все отобью. Да. Я добью. 4 косаря. Из-за тебя все. Так. И победителем... Конкурса твой выбор. Мне кажется, я смогу победить, ведь... Извините, не та брошюрка, твой ход. Вас было несколько тысяч, а осталось трое. Миллион рублей достается той, кто предложил нам сделать... У него сейчас кровь из глаз пойдет. Такси приезжал вовремя. Да. Господи, спасибо вам! Спасибо всем! И тебе, и тебе... Кудя! Кудя! Берите свой гигантский чек. Боже мой! Мой гигантский чек. Ваш гигантский чек. Спасибо огромное! Только я вас прошу. Да, у меня один только вопросик. Маленький один вопросик. Мы же в Сочи! Я про казино и хотел сказать... Обходите его стороной! Вот это лицо безумного лудомана. Как интересно. Это покер, да? Покер, наверное. Туз! Сука, сказала! Давай! Заново давай! Давай заново, Крупье! Давай заново! Давай заново! Фу! Давай заново! Я прошу прощения, она мне оставляет очень большие чаевые. А тут 18 плюс живут, правильно? Очень большие чаевые. Еще. И мне. И мне. Ну что, господом, ставим по миллиону. Ни хера себе! Поддерживаю. Давай сюда свой огромный чек. А у меня осталось 75 миллионов рублей. Рублей. Я с ней поговорю. Можно вас на минуточку? Конечно. Конечно. О, сейчас я добегу до вас. Ты что, малолетка? Пришла сюда без бабла? Нет, я просто пока добиралась у меня. Ты знаешь, с кем ты сидишь за столом? А кто они? Это мэр... И мэр... Да-да-да-да-да-да. Это хорошо. А что же делать? Давай, наверное, позвоним твоим родителям. Нет, только не родителям, только не родителям. Давай позвоним другому человеку, у которого есть квартира. А я могу сделать вид, что я ставлю, если я выиграю, я выиграю. А другого варианта и не может быть. Да. Пожалуйста. Ты можешь с ними расплатиться? О-о-о-о. Нет, нет, нет. Это столько не стоит. Что за детский сад, а? Ну, мы тут жилье, ваше величество, этот покер похож на настольную игру какую-то детскую. Ну, мы чего тут сидим? Я армавир поставил на кон, я что? Вы, вы к нему обращаетесь, ваше величество, явно город-миллионник, конечно. И так, очень большие чаевые, играем в Элиас. Ты, ты чё, сука, творишь? По пятикратным ставкам. Я столько поставил, чтобы сидеть, чайник объяснять кому-то. Вы же рисковый. А чё там объяснять? А теперь, а теперь, давайте посмотрим, как он показывает слона, который сел на кайф. Сам сядь. Да. Начнем с того, что он играет в крокодил. Ой, блин. Второй раунд Элиаса. А в первом раунде мы что будем делать? Получается, вы проиграли. Слышь, ты! Ваша очередь. Либо играйте, либо покиньте стол. Ну, давай. Ну, такое большое... Дом. Войско. Блядь, дом! Войско сидит! Войско! Ну, большое. Я говорю, большое войско! Большое войско! Ваша ставка сыграла. Посмотрим, не перебьет ли вас. Игрок номер три. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Арсений похож на контролизацию. Да это вообще кто? Как это можно объяснить? пенкин нет ну дополнительное время дерево как словами объясняет один из четырех донателло да правильно ставка сыграла меня . смотрит задолбала поздравляю все деньги вам все получается ну кто последний тот и все деньги сюда иди ну что надо как-то решать вопросик господа пройдемте в комнату для решения вопроса ну что ж в окно вышли бывает так и хорошо Чу-чу-чу-чу! Чух-чух-чух-чух! Не вышло уйти. Что за херня? Что у него? Бумеранг? Я больше не буду! Правда, честное слово! Простите! Я всё верну! Все деньги верну, что я выиграл в Элиэс! Всё верну! Я верну! У меня ещё, и у меня ещё, знаете, сколько бизнес-идей! Тихо! Тихо! То есть, ты серьёзно взяла деньги, которые ты отыграла на Элиэс, и просрала их в одноруких бандитах? Да ты чё, блин? Да! Это аппараты, если чё. Так и было. Я просрала все деньги, которые выиграла в одноруких бандитах. Ты понимаешь, что теперь не только тебя убьют и всех, с кем ты когда-либо встречалась, даже этих твоих... Фу, блин, из импровизации! Они и меня убьют! Ты знаешь, что они со мной делали в комнате для издевательств? Это не для вопросиков решение! Так вот, как она по-настоящему называется-то комната! А у меня всё-таки, я уже семь раз спрашивала, спрошу восьмой! Да! Зачем ты меня связал вообще? Это же... Чтоб ты не убежала ещё куда-нибудь! Чё делать? Нам чё делать? Надо как-то заработать бабло! Да блин, ну я не знаю как оно... Ишь... У меня только бизнес-идеи... Завтра утром принесёшь деньги! Оставил связанную! Добрый вечер! Прости! Ну всё! Здрасте! Здравствуйте! Какого... Почему такая красивая девочка одна на пляже? Да! Ну ты ещё домой к нему пойди! Иди деньги зарабатывай! Ну да, да! У меня бизнес-идея! Так... Лидия! Ага! Да! Чё случилось? Чё звонишь? Паникуешь? Короче, вообще проблема жёсткая! Подруга, ты как всегда... Да блин, ну вообще, у меня такое случилось! Давай выпьем! Да! Вискарь, дорогущий! Дорогущий выпьем! Есть! Есть! Давай! Да ты расскажи, что случилось! Да короче, блин! Я очень много денег должна! Ты же выиграла! Два раза! Но там не пошло дальше! Я, короче, и выиграл это нечестно, если честно! Там влиятельные люди сидели, они не хотели, чтобы я выигрывал, у них никто никогда не выигрывал! И, короче, я деньги должна вернуть, а я их просрала! И мне нужно очень много денег, подруга! Ты всегда меня выручала! Всегда! А даже 10 миллионов! Ты меня всегда выручала! Блин, ну сейчас должна точно выручить! Давай что-то придумаем, пожалуйста! Давай что-то придумаем! Из идей только открыть ноготочки! Да у меня тоже с такси идея есть! Но это пока там кэшбэком все это вернется! Я уже все! Слушай! А вот этот наш однокурсник-мажор! Ага! На этой Тойоте Супра! Фанат Форсажа? Да! Угу! У него же денег! Да хера! Займем! У него займем! А ему-то как-нибудь отдадим! Ну ему-то отдавать это не мэром! Господи, Лидия, ты такая иногда глупая! Украдем? Украдем! Он же тупой накачанный однокурсник! А у него денег полно! Ну да! Это даже не обидно ему будет! Он даже и даже и не заметит! Конечно, заметит! Ты там сколько должна? Три мульта! Как-то! Лидия! А! Ну что, Лидия, ну там так шло! Так шло! И не дошло, да? Ну чуть-чуть не дошло! Ну даже один раз стрит был! Потом Элис начался, а там сложнее уже было! Ха-ха-ха! Да что, просто надо пробраться к нему в дом! Ну, и все! Конечно! Чур я лезу, я буду такая... Спортие грабитель! Я буду, ну... Понял? Я такая... Ты же проиграл! А, я... тупой качок! Ха-ха-ха-ха-ха! Что стулья... Куда я делал стулья-то? Чур, что знаю... Владимир! Ваши стулья! А че ты их уносишь вообще? Че ты уносишь стулья? Че ты уносишь стулья? Вы тренировались, попросили прибраться в квартиру. А я тренировался, да? Да, я тренировался. еще какие-нибудь указания владимир владимир чего изволите 1 сложно отвечает владимир я напоминаю что вам осталось сегодня играть еще пять минут чтобы не портить зрение лучше посмотрите какой-нибудь развлекательный пять минут еще передача ну чё там подруга чё там ты мне кого-то напоминаешь не могу понять кого ну чё там подруга низковато ничего не вижу я считаю что достаточно остроумный молодой человек и этот тоже кому-то нравится и это тоже кому-то развлекаетесь владимир жрать готов слушаюсь подруга до низковато не видно реально не видно вот так лидия какая-то тяжелая лидия надо через дверь не видно лидия я отвлеку его прошу прощения дамы у вас назначены владимир позвольте я уточню улитка это представьтесь мы марин и мамарина и мама марина мы в гости к 2 привет мы в гости к тебе пожалуйста проходите мы думали ты не дома гоняешь на своей дорогой эти супра дамы прошу вас надеть войлочные тапочки чтобы не испортить паркет ты мне уйти садись вов а мы просто в гости и там посмотри просто но проведать пришли тебя вов посмотреть как ты живешь владимир в любой момент я могу ее отвлечь все там это хочешь playstation поиграю там мартальник есть ты еще мерзко разговариваешь посмотри он импровизации лидок лидокаин мы три мульта надо вижу тебя все тело не имеет а я а я слышала что лидо трахается за три миллиона что на карте с кем с кем придется но обычно и с теми у кого именно в о в в походу я вова нет но три миллиона а ты чё за три миллиона смотришь или чё если еще на ноготочки накинете я могу остаться господа прошу прощения спальня из лепестков роз готовы да а а а а где если ходить нет секунду комната номер два если хотите вы сыграли не пойдем не эллис не вариант хотите проведу экскурсию по дому да нет я наверно поеду я вызову вам такси я на мотоцикле там сокровищница извинить уже владимир может быть вызвать врача вот не переживай на свои три миллиона давали на валите отсюда это это мы уходим это все за стероидов все мы уходим сегодня тренировался дамы в нашем доме так не принято если услуга оплачена она должна быть получена наша какая вина он быстро мне орехов с медом намутил быстро если бы не это задание я бы смог заменить владимира орехи блин круто друг отличный темень какая на пляже на этом и деньги не обращай внимание что пакеты из супермаркета я прям реально дурында ты свалила тебя никто не преследовал ты все равно вернулась и привезла день получается домой даже ради этого на член посмотрела что только не сделаешь ну это подожди то есть меня никто даже и не преследовал то есть эти деньги никому не надо было возвращать ну надо было но там помучали одного человечка и надо возвращать или не надо не надо не надо не надо не надо все мое до три с половиной и 4 400 или 200 сколько же мамаринки то засунули нельзя на всякий случай я просто казино больше не работаю я могу быть вашим ну кто там считает 4 4 да да-да-да-да нет вы знаете вы же меня обманули что меня там кто-то преследует что нужно что-то с вами мои отношения закончены хорошо да иди отсюда у вас лицо как будто не закончены хорошо иди ты же баран мы договорились из нее три мульта выжать а ты чё в комнату для переговоров ты чё размер я бы сходил до сходил я как дебил сижу этого мэра армавира играю положи блять свои лягушки скоро почему ты отпустил тоже отпустил нормальная баба ночью в чем схема нашей банды вопрос мы просто пугаем людей они просто смотрят на член за деньги и мы говорим хорошо уходите ну ладно член начали не все смотрят все по-разному деньги достают так и зачем мы всех отпускаем ну как всех возвращаются они возвращаются нам деньги отдать они уроды уходи деньги взяли не пойми где а лидия ну что лидия ну баба и баба чё я не понял а мы сочинские робин гуды тогда я читаю с робин гуд я просто ладно ребят я схему по воде а я вот с того дня как нам корзинку с ним подбросили под дверь ладно я пошел да ты куда пораншись утонешь придурок пойдем ладно шашлычку может там мостик да какой мостик закончить точно слушайте ну очень здорово блин офигеть особенно последняя отсылка на иисуса это конечно круто хэпи энд надеюсь вам понравилось это импровизация истории с вами был я марсим казаков смотрите следующий ролик всем это были импровизации истории а а Продолжение следует...